Учился это делать, и он под себя... Для него специально за Кольги 1 джоуся, что он мог это делать, это просто невероятно круто. Дальтонизм, дальтонизм, он такой, гетерохромие? Нет, не так. Много другие пожертвования. Что вы хотите увидеть? Вы увидите скоро еще спидрампы де фанкто, где он собирает абсолютно все, что только есть. Спасибо, Йети, мы достигли нужной цели для Момодоры. Я, правда, не знаю для чего, посмотри, то есть мы увидим там что-то в последнем уроне. Так, мы готовы к Митбою? Отлично. Это Супер Митбой, и меня зовут Тепленькая Вичинка. И, по-моему, втыкайся. Я думаю... Какая разница, чем тебе? Ты можешь просто выкнуть и заполнить свои наушники, если тебе удобнее будет. А, окей. Итак, мы начнем через 5, 4, 3, 2, 1. Это, скажем так, средняя категория. Это что-то между 106% и Any% без больших гличей. Для темной концовки нам надо победить доктора этого... Фитуса? Фитуса, да. Доктора Новорожденного как можно быстрее, да. Да, и, конечно, Супер Митбой. Все видели хоть раз Супер Митбой, да, все очень многие знакомы с ним. Может быть, кто-то даже, как и я, играл в демку Супер Митбой, или, точнее, уже в полноценную тогда игру на Нью Граундс, когда он где-то вышел, откуда он появился. В Нью Граундсе появилось очень много классных игр. Так, мы некоторые уровни пройдем раньше, чем надо. Просто выбрать их с твоей пути. Я, естественно. Поправляем более... То есть, все сложно, справимся обычно. Я знаю, что Митбой это достаточно сложный платформер, который обладает просто невероятно крутым управлением. Вот, и он достаточно, скажем так, имеет хороший уровень сложности. Я видел, то есть, он постоянно растет, но он растет не моментально. Кривая сложности. Да, кривая сложности. Да, то есть, ты учишься со временем, и сам незамечащийся, и становишься лучше в игре. Так, мы сразу отправляемся в темный мир и проходим. Сейчас была очень важная часть. Рано нужно было судиться, переходя по уровням. И не потратить на это время. Те же самые уровни, но уже в своей темной версии, которая сложнее, больше опасностей, больше петь. Как они называют, усиленные, пахнутые версии обычных. И они обычно еще точнее. Вы можете заметить, что во многих местах Хэм начинает на паузу, как будто просто так. Если на самом деле вы нажимаете паузу, вы зажимаете прыжок, нажимаете паузу, отпускаете прыжок, то усиливается прыжок. Или что-ли что-ли что-ли. Так, все. Правильно, но не видел. Поближе к микрофону, да, то не слышно. Итак, так же, если вы нажимаете S, вы выходите в меню, то это сохранит вам 20 секунд. Особенно, потому что я играю на клавиатуре. Это то, что люди обычно не советуют делать играть на клавиатуре, но мне нравится. По мере прождение дальше, на мере того, как мы видим, все более сложные темные уровни, оно все больше и больше может впечатлять. Особенно неподготовлено возникло. Сложность действительно достаточно. Время первого босса. Он очень специфичный. Все боссы тут, это проходится так. Он просто гонится за тобой, а тебе надо убегать. Это автоскроллер. Вам надо бежать до конца уровня раньше босса и просто подождать. Что надо сделать. Все стены заляпаны кровью. Все колеса. Можно палец мясорубка. Так, не слышно. Так, мы переходим ко второму уровню. Госпиталь. Да, переходим ко второму уровню. Это госпиталь. Темный госпиталь не прощает. Он очень сложный. Как говорится, он сделает по 19 уровней в лесу для обычного и темного. И обычно надо вообще проходить 17 уровней. Ну, для того, чтобы получить прохождение, короче. Получить прохождение Dark Ending. Чем ближе вы находитесь, тем дальше он вас отталкивает. Поэтому иногда можно не рассчитать немножко, куда ты прыгаешь. Для тех, кто... Что-то легко как-то. Попробуйте поиграть в Super Midboy. Если у вас нету наигрыша в несколько сотен часов. Посмотрим, насколько просто это будет вам казаться. Не, на самом деле платформер дик сложная. То есть, пройти на 106 процентов это отдельное достижение в жизни. Ну, я и механика. Ключик. То есть, мы открываем ключом. И на этапах вы заметняете, что когда Вормхэм двигается, особенно в воздухе, он начинает влево-вправо вот так вот двигаться быстро, то есть трястись. Это одесса для того, чтобы набрать чуть-чуть больше высоты. Это маленькая, скажем так, часть техники для того, чтобы прыгать выше. Вот и все. Большая часть времени мы видим не сколько техники, а сколько оптимизации этого или иного момента. Я там зашел в меню до этого для того, чтобы пропустить 14-15 уровень, потому что они длиннее намного, чем вот этот. Я даже не знаю, ну можно упомянуть, что здесь надо делать две техники под названием Auto Jump и Storage Jump. Вот, и Auto Jump это то, когда он из меню автоматически прыгает еще выше, чем может. Вот, но Storage Jump отработает в следующем уровне. Если вы заканчиваете уровень и умираете, то мидбой остается в режиме прыжка, и когда вы прыгаете в следующий раз, вы прыгаете очень высоко. Игруем, мы авто прыгаем и пропускаем весь цикл лазеров сразу же, вот как говорится в начале. Значит, темные версии уровней, они включаются автоматически, как только ты прошел обычную версию уровня. Но они в разы сложнее. Что касается 106%, по мере прохождения у тебя заполняется шкала процентов, там, каждым уровнем там постепенно добавляются проценты, так можно пройти 100% уровней. Ну да. Это когда все темные и все светлые. Но есть еще такие секретные, в общем-то, персонажи. Персонажи, секретные уровни, много чего есть, да. А их довольно много, ну, 6% выше 100% это глюкнутые, короче, пластырьные девочки. Да, и еще на многих уровнях есть как раз секретные проходы в эти секретные уровни. Мы их подбирать по идее не будем. Мы не хотим, вот, ловить глич герл, как в 106%, вот сейчас некрасобейтно говорят. Если вы ее возьмете, то вам надо проходить уровень или выйти из земли тоже тратить время нам. Поэтому мы не ходим в секретный уровень здесь. Что мы сейчас пытаемся сделать, это выйти за пределы карты, чтобы сделать скип. Итак, я хочу достать, чтобы выйти по стену, да. Красота. И вот сюда прийти. Отлично. Здорово. В госпитале уже практически нету, крайне ли я не могу тут рассмотреть этих мясорубок, шестеренок, которые у тебя, а ну вот они все-таки встречаются, но появляются новые враги. Новые механики, там, соль, которая из тебя, тебя тоже мгновенно убивает. Почему мясного паренька убивает соль, спрашивается? Потому что он делан из мяса и все мясное тут же лишается от соли. Еще они рассказывают о том, что они проходят сразу же, ой, они проходят темный уровень до того, как драться с боссом для того, чтобы не выходить потом в следующий мир. Когда вы побеждаете босса, вас автоматически укидывают в меню и отправляют сразу в следующий мир. Мы этого не хотим, это занимает очень много времени. И мы хотим просто, грубо говоря, пройти темные миры. А так, придется предоходить, тратить на это время. То есть, оптимизация в меню тоже нужна. Итак, сейчас осталось немножко уровней в госпитале, мы пойдем к следующему боссу. Можно упомянуть, я думаю, большинство знает, кто такой Эдмунд Макмиллан и что он его тут наделал. Ну, в принципе, это, так сказать, главный автор игры. Он Айзека сделал. Он Айзека же еще сделал. Да, он сделал много классных игр, и все они действительно, ну, они очень много имеют отсылок друг к другу, ну и плюс отсылок к другим вещам. Например, большинство секретных персонажей в Супер Мидбое, это персонажи из... Других игр его друзей, либо его личных игр. Вот, но Эдмунд, там, сейчас больше занят Айзеком в данную секунду. Реберсом и автореберсом. Вот, потому что полностью закончен мидбой. Сейчас он покажет другой трюк за пределами карты. Пытаюсь захватить вторую ключ на мугора немножко раньше. Отлично. И, сделав это, позволяет кровь подниматься дальше. Иначе бы кровь там перестала подниматься на 5 секунд. Ускоряемость, тасткроллер. Музыка в Супер Мидбое тоже достаточно неплоха. А, ну, здесь еще больше соли. Которая тоже у нас мгновенно убивает. Итак, очень удобная механика еще в Супер Мидбое, что когда вы проходите темный уровень, если вас выкидывает оттуда, вы... Ну, то есть, грубо говоря, если у вас открывается какой-то уровень, вас игра сразу же в него кидает. То есть, это удобно. То есть, мы только пару раз буквально выходим, потому что там очень длинные уровни, а не более. Чтобы понять, что нужно 17 уровней пройти, а не 19, для того, чтобы открыть следующий набор уровней. Да, я надеюсь, что сейчас чат спамит Пиджей Солд. Если нет, сказали им, то это сейчас. Это помогло, да. Потому что это вся фабрика соли. Соли в играх считается как, скажем так... Когда у кого-то... Все очень плохо в игре. ...бит, в общем, можно так сказать. Да, когда он сходит с ума, начинает говорить, типа, дурацкая игра, все из-за нее, и все кидают соль в чат. Угу. В общем, быть соленым значит быть очень раздраженным и недовольным чем-то. Если бы крайне просто объяснить. И да, чат соль. Да, чат это и делает. В общем, как видите, на самом деле в этой части, в этой, точнее, в мире, много исчезающих блоков. То есть, когда вы иногда трагиваетесь и потом прыгаете, то они исчезают. То есть, они начинают рассыпаться, на самом деле, из-за мидбоя. Но вся тактика тут такая. Ты прыгаешь на эту штуку, сразу отпрыгиваешь от него. И как раз пока возвращаетесь в сторону того блока, что исчез. Как раз столько времени занимаетесь для него, чтобы он исчез. То есть, когда вы прыгаете, отпрыгиваете, он исчезает и возвращаетесь обратно. Все это в одном цикле. Ну, конечно, что на очень интересное поводу графики. Что если вы поставите графику игры на самое маленькое, так сказать, графическое разрешение, то вы увидите, что многие платформы будут висеть ни на чем. Тут как бы это уровень с очень маленьким, ну, маленькое количество бэкграундов. То есть, что нарисован сзади, то что-то пласть. Приходим опять в темный мир и закончим третью главу. Здесь мы идем. Еще немножко пожертвований. На самом деле, вот сильно впечатляет в любом случае каждый спидран. И он рассказывает о том, что вот сейчас, когда мы попадаем в темную фабрику, это одно из тех мест, когда вы играете казуально, вы просто понимаете, что игра не так легка, как казалось до этого. Да-да-да, именно об этом хотел сказать. То есть, тут, когда ты присмотришься к тому, что он вытворяет, если ты пытался это делать, это безумно впечатляет. Да, его прыжки очень точные. И я напоминаю, что он использует два не сколько глича, сколько механики игры. Это jump storage и авто прыжок, заходя в меню. Мы сейчас видим, что Хэм использует такую вещь, как бусс от... Разгон лифта. Да, разгон лифта. Лифтовый разгон. Ну, не этим конвейером. Да, пропустить большую часть уровня. Обычно, когда проходит казуальный, у вас уже будет несколько... Когда будет несколько персонаж... Точнее, у вас будет несколько персонажей, чтобы использовать их здесь. И тут есть уровни, которые были 100% подготовлены для других персонажей. Ну, какая разница, мы будем играть все за мидбоя. При хорошем навыке игры такое можно сделать, но крайне сложно. Да, в казуальном очень маловероятно, что вы пройдете все за мидбоя. Они обсуждают сейчас конкретное преимущество разных персонажей, как, например, тронный прыжок. У других персонажей есть действительно уникальные возможности. Кто-то очень хорошо левитирует там, медленно опускается или высоко подпрыгивает, или имеет... Кто-то вроде Дэша, там, ускорение, как у Ниндзя. В общем, персонажей здесь множество. Двойной прыжок у Кида, если я не ошибаюсь. Это Гай. Кто там по Боши? Ну, есть Боши, персонаж для этой игры, но... Игры? Здесь Боши? Кид или... Может быть, Гай есть? Не, Айвон и Безыгай? Ну, Кид, он, как бы, да, этот маленький пацанчик с пулей, то есть... Ну, это Айвон и Безыгай, нет, Боши это знак, который треугольник. Так, мне кажется, что Бошь меня глючит, но где-то я видел в мидбоя, по-моему, Боши. Может, мидбоя нет Боши. Иметь в виду, что по поводу Боши, я думаю, чаще спрашивали, будет ли Боши. Нет, Боши не будет. Не будет ничего такого. Варп-зона очень близка к началу уровня, да, поэтому в нее можно легко упасть. Это маленький трюк, где он сделает новый прыжок от высокой стены, по этой причине даст тебе больше высоты, чем она должна давать. Иногда темные уровни оказываются совсем не темными, а крайне кислотными, как здесь. Да. И... Да, очень много моментов, где нужно крайне тщательно планировать свою дорогу, маршрут по уровню, иначе... Но, мидбоя совершенно популярно играли спидранов, и могу сказать вам, что тут маршруты уже очень дикие стали. В сравнении с тем, что было там года два назад. И он говорит, я сейчас проскипываю полностью всю гонку. Вот, все. Этот скип нашли менее чем два года назад. И на SGDQ 2014. А, это после было спидрана EXO на SGDQ 2014. Четвертая глава. Ад. Ну, мы все ближе к адской сложности. Здесь намного сложнее уровня, они не такие длинные, но они становятся заметно сложнее. Если вы играли в казуале, то они уже как сильно бафнутые, уже как будто бы довольно сильно бафнутые. По сравнению с обычными. Я боюсь представить сколько раз они проходили игру. Это один раз ее пройти не могу. Есть такое свойство, что... Там то, что скип был на три секунды, он невероятно сложный, мы его пропустили, к сожалению. Ну точнее посмотрели, но такие типы, ну да, окей. Прыжок, по которому не поднимается, он практически не поднимается над полом, просто прилетает. И вот они рассказали, что он на технике под названием нейтральный прыжок, на который требуется лишь пара кадров, его возможно сделать. Это когда ты прыгаешь и не набираешь никакой высоты. То есть он там, видимо, перелетел до этого балку, не набрал высоты, просто прилетел сразу на другую сторону. Ну, суть в том, что в этот момент ты нажимаешь кнопку прыжка совсем на короткий промежуток времени, на пару кадров, что называется. То есть это 0.32 получается секунды. Ну, в общем, одна третья секунды. Или там 0.16 это один кадр, так? Если... Кстати, Супер Мидбой очень сильно зависит от скорости FPS, потому что если FPS у тебя немножко сдвинут, то у тебя будет совершенно по-другому прыгать персонаж. И он сейчас рассказал, что когда вы играете казуально, эта игра вас мало чему учит на самом деле. То есть нет такого прямо четкого телеграфирования того, что будет делать та или иная вещь. А вам с вами мимо надо догадаться, что и как работает тут. И что еще надо знать об этой игре, то что много хитбоксов в этой игре очень много. Ой, тоже хитбокс плохие, да. Цена из-за падающей лавы. И то, что у них надо бывает хитбокс больше на боу-пикс или что-то в этом роде. Смотря на хорошее управление, то есть такие нюансы есть. На самом деле этими спидранами можно просто засматриваться. Да есть фантомные стены, ну что-то другого. А вот сквозь стены я что-то не видел, чтобы он где-то зипался. Да, но ни разу не использовали зип. И он говорит, если вы хоть раз умрете на биле, то это увеличит хитбокс. Замечательно, на пару пикселей за счет твоей крови. Прикольно. Так, возвращаемся к началу ада и переводим ад на новую стадию адскости. Теперь это темный ад, который почему-то стал светлее. Есть фантомные стены, которые используются в Any% Double Rickets на уровне 4.7. Можете пропустить пару циклов, просто пролетев через вот эти пилы, это очень сложно. На короткий промежуток совершенно. И можно пропустить цикл. Замечательно. Большинство, ну здесь не настолько легко именно научиться различным трюкам в этой игре. То есть, ты в первую очередь запоминаешь последовательность действий для каждого уровня. Но общий навык твоей игры все равно он растет постепенно. Конечно, по Супер Мидбою нет такого количества копий, как по I Wanna Be The Guy, где куча разных клонов и где очень важно научиться пользоваться основными механиками игры. По сути, эти игры довольно сильно похожи. Единственное, что в I Wanna Be The Guy и его клонах практически нет такой инерции, как в Супер Мидбою. А в остальном и в сложности, и... Ну вот, когда сравнили, например, Dust Force с Супер Мидбоем, я говорю, что это вот такие уникальные платформы, которые, к сожалению... Неверя на то, что они, допустим, похожи по своему передвижению, они все-таки разные. Да, да, да. Здесь действительно восхитительное. Самая заезженная по спидранам игра — это Ocarina of Time, Legend of Zelda. Практически, да. Не, она занимает первое место по количеству спидранов и количеству спидранеров по ней. Угу. Да. На самом... На спидранкоме там есть еще какие-то игры, в которых как бы вроде бы больше число прохождений, но там просто в Ocarina далеко не все загружают свои результаты с... ну, из своего сообщества на спидранком. В Ocarina есть отдельный сайт, посвященный спидрану. А чего? Да. Очень много игр, на самом деле, с большим комьюнити имеет много... о, именно, и нужно целенаправленно свои сайты денег, обсуждать тактику, новые техники и так далее. О, боже. У меня есть донация от Майка, который говорит, в подготовке для Super Meat Boy, Рон, я делал самую категорию, как и себя. О, боже. У меня не было 3 часа, 6 минут и 32 секунды, с 818 донами. Ну... Парень говорит, что... Пожертвовал деньги, говорит, прежде чем начать смотреть Super Meat Boy, спидранпу Super Meat Boy, я сделал ту же категорию, но я справа за 3 часа 48 минут... И умер снова 8... И умер 800 с чем-то там раз. Ну это, на самом деле, офигительный результат. А теперь посмотрим на... Сколько он будет проиграть? 40 раз. Ой, 40 минут. Ну да. Да. В любом случае, чтобы всего 800... Да, со второго раза очень хорошее прохождение уровня было. Все красиво и четко. Он говорит, я работал над этой техникой год, и он до сих пор еще не постоянно. То есть... Остался еще один уровень, и можно перекрекать маленькую уровню. И мы будем проходить Little Horn вместе, потому что это будет Co-Up Run. На самом деле, хотелось бы как-то вот видеть больше последователей Super Meat Boy, а хотелось бы больше игр с такой же механикой, потому что механика завораживающая, она очень интересная, но тут нету такого свободного движка как у того же I Wanna Be The Guy, чем хороша та игра. А так, по сложности и по сеттингу Super Meat Boy его во многом даже, можно сказать, превосходит. Очень хорош. Это неофициальный ран, его нельзя считать. Сейчас мы будем вместе проходить его. Да, ты готов, Финс. Давай, не умирай. Очень кланчный момент. Боже мой, как он это сделал. Вот это скилл, вернулся от его удар. Айп. Божественно. Этот босс невероятно сложный, нам просто надо стоять на месте и прыгнуть три раза. Ну, пока ты этого не знаешь. Это вообще прямой босс. Ты с ним будешь возиться. Знаете, что делать, его достаточно легко победить. Четыре части мы прошли. Время восторга. В Рапчере есть, скажем так, в Рапчере больше всего рандома. И тут очень много сложного платформинга. Даже еще Рапчер – это Вознесение. Что-то там из религиозной тематики. Ну, и город под водой в Биошоке само собой тоже Рапчер. В общем, это расхожая тема. Классная вещь. Эмм. Так, так, так. Вот эти вот... Механика вот этих вот отталкивающих тебя антигравитационных, я не знаю, светлячков, или как их назвать. Они, так, я не знаю, сломаны они или не сломаны. Но к ним очень сложно привыкнуть и уверенно ими пользоваться. Крайне сложно. Ну, это по сути как и вентиляторы, только от них не в одну сторону. Рапчер говорит, кстати, что это тот самый мир, который ломает всем спидраны в любой категории почти. Потому что они самые длинные, тут очень много сложных прыжков и смерть обычно где-то в конце теряет кучу времени. Здесь люди начинают очень жаловаться на... На этом уровне, если бы Хэхэм пропустил, наш товарищ Вичинка пропустил бы ключ, который падался в начале, то ему пришлось начинать уровень заново. Ключ просто падает за пределы карты. Вот и всё. Здесь очень прикольные мобы, то есть твои враги, которые за тобой гоняются, собственно, можно себя с ними спутать. Они очень хорошо и прыгают, и гоняются за тобой. Фактически как твои клоны. Вообще здесь можно увидеть очень много мидбоев, если вы присмотритесь к окошкам в центре уровня. Там медленно опускается ключ. М-м-м-м. Если вы пытаетесь делать страты на другой стороне, где вы их вверх, то это не будет работать и вы умерли. По некоторым причинам пила просто выше на этой стороне. Они рассказали, что если пытались сделать ту же технику, что он сейчас сделал, прыгать между пил и на стену, потом справа, то вы бы не смотрели где-то, потому что пила там выше и вы просто умерли бы. Это никогда не случилось. Это никогда не случилось. Это называется Саншайн Айланд, который вы никогда не думаете. Это как-то единственный ворп, он сейчас будет в сторону. Я думаю, что это не случилось. Это вот уровень. Совсем немного. Так, после идти уровней. Обычно на тупине 2-3 ключа, но мы можем просто забить они всех. Так, ну здесь мы не бегаем за Bandage Girl в этом режиме. Я правильно понимаю. Да, не в Dark World. Только нужно для того, что все эти 106 процентов. Да, это нам не надо. Нам нужно только Dark Ending. Угу. Два уровня осталось. В основном Rapture, потом еще темная его сторона. У нас будет уровень, где придется использовать двойные прыжки. Ну то есть Double Tap, это когда ты быстро вот так нажимаешь на прыжок. То есть, добавляя... То есть, когда ты нажимаешь резко на клавишу, мидбой прыгает лишь надо чуть-чуть. Угу. Вот, и вот эти двойные маленькие прыжки, это тоже сложная страта, техника. Отлично, по-моему, мы просто срезаем весь уровень. На этой раме мы получаем целый 85, до того, чтобы идти в конце. Так, что мы не будем делать все эти уровни. Очень хорошо, потому что эти уровни очень долго. Они довольно долго. Да, мы пропускаем некоторые уровни, потому что они длиннее. Или, допустим, менее опасные, поэтому можно их оставить на потом. Так, волновался об этих трех пилах, к сожалению. И для тех, кто думает, это самая лучшая песня. Я согласен. Хайпово. Заслуживает такого отношения. В принципе, ближайшие все игры из Супер Мидбой и следующая за ним Модора и Дефанкт. Они очень хороши в плане саундтрека. Все очень клевые, и плюс это клевые платформеры. Сейчас вообще такой блок получился именно в сплошной платформе. Там потом будет очень классный 3D-платформер. Валдбилд. Да. Они как бы... Жалко, что это все так... В такое время, глубокой ночью. Сколько у нас сейчас зрителей? Кто это увидит? Вообще все. Полторы тысячи. Нормально. Для ночи это хорошо. Привет, ребята, молодцы. Рады, что вы с нами. О, нет, к сожалению, умер под конец. Моя любимая техника во всем раннем говорит. да выглядело вроде бы и несложно это только выглядит вспоминается один классный забег кажется на 106 процентов супер мид боя когда за каждую смерть сам раннер и большинство сидящих вокруг на диване обещали донатили суши я помню такой только на bosch когда витвикс донатил за это ну да на мид боя тоже такое было однозначно и там сколько он 1 200 у меня помню витвикс троллил брасантию который сидел сзади очень прикольный спидранер и стример когда сейчас он играет очень много в дистине и раньше очень спидранер ну и продолжаем спидранить и не договорились витвикс чтобы как раз донать когда битвикс умирает я помню был момент когда он такого я умер за ним просто начал умирать 10 раз подряд пожалуйста хватит не надо этого делать в сан конце когда он закончил был последний босса он такой стоял вот он такой знаешь что мне не нравится это шлое начало короче резко да 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 нет хватит ты разоришь меня да 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 Сейчас он сделал очень рисковую вещь, при этом это всего лишь сохранил ему полсекунды. Пошло. Еще один босс. И теперь самая большая РНЖ во всем этом месте. Ларри есть три сегмента. О, как это сложно, боже мой. И то, в какую сторону он прыгает, это достаточно сложно. Мэнджи особо не может тут сделать, он говорит. Угу, мы просто ждем, когда он наконец-то убьет сабы эти шипы. Ну конечно, чуть-чуть... Среди трех-четырех он будет прыгать, да. Такое прохождение этого босса, оно чуть-чуть сложнее, чем предыдущий босс. Сиданеры не получают нисколько с донатов, я напомню, что все деньги идут на благотворительность. Абсолютно все. Отлично. Я ждал намного дольше, Ларри, он говорит. И конец. Здесь меньше уровней. Тут всего пять уровней. Они, правда, достаточно длинные и сложные. Просто достаточно, крайне длинные и сложные. Здесь, по-моему, надо пройти все темные уровни. Это маленькая вещь, о которой мы раньше говорили. Вы можете спрыгивать с половиной блоков, который даже не является блоком. Название уровней тоже, если в начале игры они достаточно стандартные, там, лес или, там, простые названия, то здесь уже начинаются любимые макмиллановские фишки. Здесь этот уровень называется эхо, многочисленное эхо, множественное число эхо звучит точно так же, как и единственное. В предыдущей было схизма, то есть, там, что-то религиозное, там, монашеское, ну, в общем, философские пошли тематики. Эти уровни просто зависит от циклов, пил, и все. Кто-то спрашивает, а что живут спидранеры, но у них, как бы, есть работа, он, как бы, у 90%, кто-то живет именно на стримах, и спидранер стримит ему, донатит, вот, пожалуйста, кто постоянно работает, значит. И еще, конечно, ну, и, как бы, это все. И так они на свои деньги сюда приезжают, тратят деньги на отель, чтобы остаться тут, чтобы участвовать. Понимаете, сами спидранеры еще тратят деньги, чтобы участвовать в мероприятии. Как им это делать на свои, чтобы его организовать? Я прошел, ура! Премия доктора Фетуса. Босс доктор Биттс. Прикольная битва. Обычный татт-скроллер. Но вы не можете... И так, вы не можете, скажем так, ускорить эту уровень, но вы можете перепрыгнуть вот эту башню и спил, и пройти уровень так, как вам удобно, и это все. Это облегчит вам жизнь, потому что вас сейчас не будет никак расстреливать доктор Фетус, что он обычно делает, пока вы проходитесь между двумя стенами пил. Есть маленький-маленький шанс, что ракета доктора Фетуса вдруг пролезет через стену и ударит вас. Это очень редкая возможность, но такое может быть. У его ракет есть какая-то просто невероятно большая хитболт, когда они взрываются. Собственно, да, забывайте, что это еще не полное прохождение, остались еще темные версии этих же уровней. И мы их сейчас запускаем. Мы пропустили финальные титры. И мы пропустим все абсолютно титры, когда... Теперь можно открывать темную доктору Фетуса. И как другие темные уровни, это пробаффная версия, ну, улучшенная версия обычно. Во-первых, башни двигаются быстрее, и скип будет меньше намного, то есть у меня будет меньше шансов сделать скип. Музыка тоже хайповая, ну, как и положено, к финальному у финального босса. Нет, запластыривают девушку. Bandage Girl, хороший перевод, хороший вариант. Проходить не будем. Угу, потому что мы проходим только на Dark Ending. Мне так нравится название, причем ее уровней Cotton Valley. Как это? Хлопковая долина. Здорово. Маленький ритуал, который я делал для этого уровня. Разработчики... Вот такие вот три пилы в самом конце. То есть, особенно в очень сложных уровнях. То есть, когда вы... Долго с ними мучились и добрались до самого конца. Да, мучились, а вот они встали часы, и часы дошли до самого конца, и выглядели так глупо, там, на каких-нибудь трех дурацких пилах. Да, это немножко бесит, но разработчики специально делают. Время будет, когда он дойдет до самого конца, вот это, то есть, спасет Mid Girl. И опять эти пилы. Время. Готово. И смотрим темную концовочку. О, 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 о. Это было очень хорошо. О, что было финальное время? Да, финальное время. 9-0-7, это отлично. Паф, ну ты какой. Это мистер Тифтей? Он говорит, там парень, который застенил, у него будет свой спидран, и еще пора отправиться на диване. Итак, давайте еще раз похлопаем теплые личинки. Ай-яй-яй-яй-яй, доктор Фитус избивает девушку, как же это жестоко. Ладно. И на это все, сейчас это был Спримин Бой, Дашки Двумадор, Ревери Андер, Мунлайт, и это будет пожадиться на безумной сложности одной рукой. Это очень круто. Да, а я пока отойду на Пьеру минуту, где надо будет поменять вот это. Да-да-да. Да, и все. Мы рады вас видеть снова. Хэллоу. Чего не пустят таки в Доте, действительно. Эти ребята могли бы много чего запустить, но они этим просто не заинтересованы. У них гораздо больше важных дел. Пройти, поставить очередной мировой рекорд. Кому нужны лишние Аки в Дотте? Я не знаю. Неважно. Сейчас залетают донаты на прекрасные, прекрасные цели. Например, на то, что будет петься во время рана Аладдина. Во время забега по Аладдину будут очень классные песни, как в прошлом году это было во время... Как эта игра называется? Дайте-ка вспомнить. Я ничего не помню. Что-то связанное с Диснеем и Square Enix. Нет, надо высыпаться, тогда будет гораздо лучше все вспоминать. Так-так-так. Тефанк. Итак, уже подошел.